Уважаемые коллеги, при таком подходе к формированию бюджета, ни одна позиция из посланий президента к 2024 году не будет выполнена. А это будет означать скорее политический дефолт. С этим категорически согласиться нельзя. Мы подготовили бюджет развития в 33 триллиона, обсудили здесь со всеми участниками, в том числе и руководителями нашей фракции, обсудили с Академией наук, представили регионам, оснастили 12 законами и определили порядок распределения, в том числе с учетом интересов всех граждан, которые еле выживают и регион. Я полагал, что в ходе выборной кампании мы подробно примем решение, но этого не случилось. Мы представили и правительство, участвовал Мишустин, многое поддержали, одобрил мне мало позиций президент, но я не нашел ни одной позиции, которую мы ставили в этом бюджете. Самое удивительное, что бюджет формируется по сталым лекалам, топчется по той же грязной вороватой колее, которую протаптали Гайдары и Чубайцы, ничего принципиально нового в нем нет. Он носит скорее такой компрадорский характер и принцип формирования, я хотел, чтобы вы это услышали, который не соответствует настроениям граждан и их требованиям. Итак, какой принцип? Продаем сырье, уже в этом году продали на 27 триллионов, 70% забрали в центр, 30% отдали на места, где создаются главные ценности. Опять совершенно несправедливо. Я в прошлый раз выступал и просил, чтобы две трети то, что получаем от сырья, положили в бюджет, и даже половины нет этого. Извинчиваем цены, мы уже попробовали морковку и капусту по 150 рублей, сейчас уже гречка пробила 100 рублей, и картошка выросла на 70%, никак не регулируется. Обираем граждан, мне говорили, прибавили, ничего, 8 лет доходы граждан продолжают проседать, и при этой политике будут и дальше проседать. Загоняем всех долги, посмотрите в этом бюджете, каждый третий рубль, который тратят граждане в магазинах, заемный, нищета одолела, приходится брать. Обожаем олигархию, за полтора года я просто ахнул, олигархия в ходе ковида хапнула, и за счет роста цен на металл и древесину в сумме 9 триллионов, и не хотят платить прогрессивную шкалу налога. Отдали собственность иностранцам, 65% крупной собственности принадлежит им, но самое потрясающее, принадлежит 95% энергомашиностроения в большой и холодной стране. Убиваем историческую память, посмотрите учебники, пока так и не поправили. Ликвидируем русско-советское образование и медицину, которые считались лучшими в мире. Из 15 тысяч здравопунктов и медицинских учреждений 10 тысяч уничтожили, и нет там средств для того, чтобы исправить. Даже фармацевтику, гляньте раздел 9, всю выхолостить. Затыкаем рот неугодным, сколько там, 20 законов приняли, ну и избираем нужных людей за счет там трехневки, дистанта и надомников и так далее. Итог, расчищают огромную территорию для новых хозяев. С 91-го только русские потеряли 20 миллионов человек, и посмотрите в бюджете, вымирание продолжится. Мы категорически не можем согласиться с такой политикой, есть другая, и она вполне реальна при нынешних ресурсах и возможностях. 60 триллионов рублей омерщвлены и лежат заначки. Мы можем хотя бы третью часть взять и отремонтировать то, что требует капитального и немедленного ремонта. Главный недостаток сбережения народа, идея президента. Ну никакого сбережения не может быть при такой политике. Вот сейчас оправдывают, председатель пытается выправить в нужное русло наше заседание после выступления Макарова. 13 600. Ну гляньте вы таблицу. Вот рядом Литва, ничего нет. Ни строевого леса, холодный пляж, никаких ресурсов. Минимальная зарплата 50 тысяч рублей. Греция, там потеплее, 62 тысячи. Тоже Болгарии 25, в два раза больше наша. Почему мы-то топчемся? Мы же просили вас поддержите. 25 тысяч хоть выжить можно? Не хотите. Перечеркивает этот бюджет модернизацию и импортозамещение. Никакой не будет при такой. Вы там рассказываете мне, что у вас по науку. Вот я вам пришлю. Я вам пришлю все таблицы свои. Все полностью. 14 разделов по 9 к 24 году сокращений. Не пришлю. Сегодня Правда и Советская Россия публиковала проект казенной самой милости. Пришлю сегодня. Сядьте и почитайте вечерок. Поймете, куда мы ползем. Это объективные цифры. Что касается... Третье. Искусственно ограничивается инвестицией. Ну зачем загонять еще 10 триллионов в этот фонд? Фонд благосостояния. Из него даже в ходе ковида только 400 или 500 миллиардов истратили. Какое благосостояние в умирающей стране и тяжелоболеющей ковидом? Никакого не будет. Надо вкладывать, лечить и прочее. Что у меня как у политика вызывает особое возмущение? Это бюджет после принятия Конституции. Он никакого не социального, абсолютно олигархического полицейского государства. Там и не пахнет никакой социалкой. Если не нашли деньги 10 миллионов детей войны, которые имеют деревни 7-9 тысяч в городе 12-14, то о чем можно вести речь дальше? Что касается науки, размазали по всем разделам. Давайте мы сведем 15-й раздел, и вы увидите, при таком научном подходе ничего не будет в стране нового. Свой телефон не можем за 20 лет сделать. Подрывается единство и стабильность России. 10% самых богатых имеют в Москве в 18 раз больше, чем 10% самых бедных. Это вообще недопустимо ни с какой точки зрения. Ни в одной стране мира сегодня такого безобразия нет. 24 миллиардера имеют столько, сколько все остальные богатства вместе взяты. Ну, назовите мне какой-нибудь Бундестан, который есть, нечто похожее. Этот бюджет усиливает иностранную зависимость. У нас вообще-то говоря, недопустимо, что железные дороги, которые связывают, спасали страну, машиностроение 75% отдали иностранцам, и торговые сети на 90%. Мы не можем свою морковку, которая рядом в совхозе Ленина, продать по 15 рублей не можем. Берут черт тех дней, продают в 10 раз дороже. Почему мы не можем решить, мы в состоянии решить эти вопросы? Абсолютно. Уроза энергетического перехода никак не учитывается. Никак. Да, Европа добьется, что у них будет другая энергетика. Но за счет чего мы будем? Мы газ вводим без переработки, мы не вводим без переработки, хлеба много продаем, нам его мелят в Турции и продают в два раза дороже. Никакой проблемы. А лес горит. Шесть месяцев подряд сголело. 18 миллионов гектаров. Надышали все, и люди, и медведи даже. Ну чего нам не принять то, что давно подготовили и Кашин, и Коломейцев, и Эдхаритонов. Давно лежат три налоговых, вернее, три кодекса. Давно их можно спокойно принимать. Это бюджет платит сепаратизм и недоверие к центру. Доноров осталось 13. Я уже говорил, это ненормальные русские регионы, я посмотрел, они в два раза хуже финансируются, в три раза быстрее вымирают. Кто будет держать в единстве этой гигантской просторы? Некому, кроме русского языка, нашей великой победы и великой культуры, нечем больше держать. Поэтому надо принимать решение. И самое жуткое, нас засовывают всех в толковую яму. При наличии гигантских ресурсов. Смотрите, что складывается. У вас долг с 22 увеличится до 32 миллиардов. Только триллионов. Только на обслуживание будем платить 1 триллион 400 миллиардов. Бизнес нахапал 470 миллиардов долларов. Только на обслуживание процентов 690 миллиардов. Граждане уже затоварились 23 триллиона. Не в состоянии. И долг регионов увеличил за последнее время на 18%. Ну и ухудшают международное положение страны. Как можно вылезти при темпах в 1%? 10 лет, даже больше. 0,9, если правильно. И сегодня уже, с февраля в этом году, промышленность проседает. За счет потребления чуть растет. И при законном бюджете ничего в следующем году не может прибавиться. Есть объективный закон экономики, математики, философии. Добавьте минутку, я сейчас завершаю. Поэтому для нас с вами принципиально важно выйти на мировые темпы. А президент их обозначил. А сегодня, чтобы выйти, 4-5%. И что он нам всем сказал? Он, выступая недавние 3 часа, с удовольствием слушал. Он мечтал 20 лет, наконец, когда он оценит подостоинную советскую эпоху. Никак к этому не подойдет. Но сказал, что капиталист зашел в тупик. Ребята, надо думать о социализме. Кстати, Макрон год назад сказал, капитализм вообще деградировал, что он загнал весь мир в тупик. Надо что-то делать. А тут, видимо, у нас мозги прояснили о том, что на рынке газовом в 10 раз все выросло, и никакой капиталист ничего не регулирует. Вот говорит, давайте теперь обратим внимание на опыт Китая. Придется обращать. Я там 10 раз был, когда ездили на риксах и на велосипедах, а теперь космическая страна с великолепными темпами, которая все производит в мире, и уже обогнала по покупательной способности Америку. И дальше будет обгонять. Нам надо взять все лучшее в наследство. Для этого у нас с вами. И все необходимое. И уникальный опыт своей модернизации, и опыт взаимодействия со всеми странами, и евразийское наше пространство, и новые пути, и все остальное. Но это надо закладывать бюджет. Почему? Потому что это финансо-экономическая конституция. Это не цифры. Это судьбы людей, судьбы отраслей, судьбы науки, образования, здравоохранения. Это судьбы нашего будущего. Давайте к этому относиться серьезно. За такой бюджет мы не будем голосовать, но свой бюджет будем пробивать.